16 гимназия на день стала эпицентром молодежного события. В учреждении состоялся седьмой слёт точка роста. Самые активные, продвинутые школьники презентовали проекты, знакомились и обменивались опытом общественной деятельности. Люберцы, лидеры, интерес. Слёт актива детских общественных организаций «Точка роста». Это площадка для обмена опытом самых ярых любителей жить школьной жизнью по максимуму. Берёт от жизни всё Максим Бачурин из гимназии «Интерес». Вместе с единомышленниками он развивает детское телевидение и помогает в решении вопросов на заседаниях школьного парламента. Это, во-первых, сплочает нас, это помогает нам научиться разговаривать, научиться коммуницировать с ребятами, с педагогами точно так же. Так что мне это помогает лично для личного развития. Ну и приятно делать какое-то добро на школьное благо. Волонтёры, завсегдаты и крупных мероприятий, активисты молодёжного парламента. Эти ребята и составляют школьные активы. Самые продвинутые в своём деле на слёте делились единомышленниками идеями, презентовали успешные практики. Молодёжное движение «Соль» объединяет более 500 человек со всего Люберецкого округа. В таком тандеме свои способности развивают как ученики, так и молодые педагоги. Ведут интерактивные лекции бесплатные, занятия по ораторскому мастерству, психологические тренинги, которые помогают молодёжи развить свой творческий потенциал. Это прежде всего площадка, площадка, на которой молодёжь может развить свои возможности, принимать участие в благотворительных акциях. И даже это ещё не всё. Молодёжные активы округа развивают бережное отношение к экологии, играют в интеллектуальные игры. Всего на слёте представили 20 проектов. Вот это уже седьмой слёт в городском округе Люберца. И видим, что интерес к этой работе растёт. У ребят рождаются интересные проекты. Они их реализуют, конечно, им помогают их педагоги. Потом такие, как мы называем, уже рождаются межшкольные проекты, межообщеобразовательные организации. Ну, конечно, основная цель – это развивать наших ребят. То есть, чтобы они были социально адаптированы. А для этого на слёте «Точка роста» прошли мастер-классы и тренинги от лидеров общественных организаций. Руководители детских объединений получили благодарственные письма. А новоиспечённым добровольцам выдали волонтёрские книжки. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.